Приходилось использовать как традиционные инструменты, топоры, кирки, вишни, так и вот такое приспособление запариватель, который помогал с помощью пара оттаять небольшой слой международной, потому что мы его вычищали и снова оттаивали. Вот так вот в течение недели мы справились с этой задачей. Это было замечено на полиэлитических рисунках, где были такие горбатые мамонты. Все думали, почему же они такие горбатые, считали из-за того, что очень высокие остистые отростки у них грудных позвонков. Оказывается, нет. Мы видим, что это животное было прекрасно адаптировано к условиям жизни на севере. Видите, какие мощные запасы жира на зиму оно копило. Это еще, судя по всему, животное погибшее в летний период, так как мы не видим подшерстка на шерсти, но уже с достаточно хорошим запасом жира. То есть постепенно, наверное, к зиме этого жира становилось все больше и больше. Продолжение следует...